Эве Киви – советская артистка эстонского происхождения. В своё время в артистку Эве Киви были влюблены практически все мужчины Советского Союза, среди которых режиссёры, артисты, политики и спортсмены. Женская половина страны завидовала и подражала этой артистке, в то время как мужчины смотрели каждую киноленту с её участием. Киви могла быть с любым из них, однако с мужчиной, который стал всей любовью её жизни, советская власть ей не позволила быть рядом. Будущая артистка родилась в эстонском городе Пайде 8 мая 1938 года в семье Лейды Паулины и Иоханны Сакиви. Именно отец дал своей наследнице имя, под которыми и узнал весь мир. По национальности она эстонка уже в юные годы девочка отдавала своё предпочтение таким нетипичным профессиям, как водолаз и лётчик. В младших классах девочка увлеклась кинематографом, который в последующем перевернул всю её судьбу. Она собирала открытки и вырезала изображения со знаменитыми актёрами, и уже тогда точно решила, кем будет в будущем. Сразу после окончания школы Эве с лёгкостью сдала вступительные экзамены в театральную студию, которая существовала при драматическом театре в Таллине. Уже после выпускных экзаменов девушку пригласили работать в театр, а также сниматься в кино. Но именно во время одного из спектаклей девушка встретила молодого человека, который изменил всю её дальнейшую жизнь. Александр Птушко, известный в советский период режиссёр, стал для Киви тем счастливым билетом, который открыл двери в мир советского кинематографа. Мужчина впервые увидел девушку, решил, что она идеально подходит для роли Аники. Именно таким образом артистка получила роль в киноленте «Сампо», на которую до неё пробовались другие именитые артистки. Сам Птушко в этой роли видел только Эве, а потому после первых же проб утвердил её на роль. Яркий дебют молодой артистки привлёк внимание кинокритиков, публики и коллег по цеху. Девушки завидовали, а некоторые даже распускали неприличные слухи. Стоит отметить, что такое положение никоим образом не сказалось на репутации актрисы и тем более на её карьере. Фильмография звезды регулярно пополнялась новыми ролями, хотя некоторые из режиссёров и предлагали звезде более близкие отношения в обмен на роли. Благородная и гордая Стонка на такие предложения никогда не соглашалась. В 1969 году во время съёмок киноленты «Последняя реликвия» у Эве начался бурный роман с музыкальным исполнителем Георгом Отцем. Эти отношения стали известны общественности. Артистка в одном из ресторанов случайно оставила свою сумочку, в которой оказались фотографии, на которых запечатлена обнажённая пара. Официант стащил эти снимки, и впоследствии они стали достоянием общественности. В результате артистка оказалась замешана в грандиозном скандале. Зрители Советского Союза знают артистку по таким кинолентам, как «Судьба резидента», «Руслан и Людмила», «Не может быть» и «Кольцо из Амстердама». В фильме, известном как «Человек в проходном дворе», любимица публики впервые появилась на большом экране в купальнике. Сразу же после показа фильма на большом экране девушку признали секс-символом. 1982 год для артистки ознаменовался званием заслуженной артистки Эстонии «Личная жизнь». У красавицы, рост которой 168 сантиметров, личная жизнь была яркой и бурной. В молодые годы артистка встречалась с артистом балета Петером Росса. В первое время Киви мечтала о браке и серьезных отношениях, однако со временем ее чувства угасли. Поддавшись давлению общественности, артистка вышла замуж. Виктор, капитан дальнего плавания, нравился девушке, однако к супругу она не чувствовала большой любви. Этот брак в скором времени исчерпал себя, и супруги развелись. Анс Ансон был вторым официальным супругом артистки. Чемпион Олимпиады по конькобежному спорту, стал отцом единственного наследника актрисы, которого зовут Фред. Когда сыну исполнилось два года, кумир телезрителей влюбилась в Дина Рида, американского музыкального исполнителя. Впервые молодые люди познакомились в Москве в 1971 году. На тот момент никто из них свободен не был. Эве не хотела обманывать мужа, а потому в скором времени подала документы на развод. Несмотря на то, что в Советском Союзе американского вокалиста очень любили, за их отношениями стали наблюдать представители КГБ. Неоднократно влюбленные встречались в номере гостиницы, однако он всегда прослушивался. Дин Рид попытался получить развод, но его супругой на тот момент являлась племянница лидера ГДР. Этот процесс значительно усложнился и был затянут на несколько лет. В отношениях с любимым человеком Киви могла во второй раз стать матерью, но прервала беременность втайне от Дина Рида. Союз звезды российского телевидения и американского актера длился 15 лет, но официального статуса так и не приобрел. В одном из своих интервью актриса рассказала, почему не вышла замуж за любимого мужчину, а, к сожалению, нам не позволила этого сделать политика. Американец в конце концов стал жить в ГДР и женился во второй раз. Летом, в 1986 году, Эве узнала о трагической смерти любимого. На тот момент Риду исполнилось 47 лет. Артистка долго переживала утрату и так и не нашла счастья в личной жизни. В последующем у нее были романтические отношения с политиками из Эстонии, Янусом Райдалом и художником Таиром Салаховым. Когда Советский Союз распался, актриса осталась жить в Эстонии. На протяжении долгого времени она трудилась на телевидении, а также выходила на театральную сцену. Несмотря на ее элегантный возраст, женщина все так же снимается в кино и с легкостью соглашается на интервью. В 1921 году свою любимицу телезрители увидели в небольшом эпизоде картины в историческом жанре «Женская война». У сына артистки Фреда родилось трое детей. На сегодняшний день у кумира телезрителей есть правнук, а все свободное время она посвящает семье. Субтитры создавал DimaTorzok